Всем привет, с вами Солин Михаил, и сегодня по просьбе подписчика хочу разобрать вам основное соло из своего кавера на саундтрек к игре The Elder Scrolls 3 War Ruined. Соло само по себе не сложное, просто там главное играть с душой. Ну и такой как бонус, я вам выложу кусочек минусовки, под который вы сможете сыграть это самое соло. Ну, ну совка, как вы понимаете, у него производства. Перед тем как мы начнем, не забывайте заходить по этому адресу и прикупить себе клевые труселя, футболки, шапки, куртки и штаны. Все, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, приступим к разбору. По сути, здесь у меня для такого эпичного звучания приложен дилей и еще ревер немного и, соответственно, квакушка. Итак, поехали! Ну, я вам давайте буду показывать без хотя бы ревера, да, потому что на медленной скорости сейчас он будет тут шуметь и просто будет мешать разбору. Ставлю дилейчик как в окушку. То есть вот мы начинаем с четвертого лада, потом с шестой, седьмой, девятый и одиннадцатый. То есть делаем хаммер с четвертого на шестой лад и потом слайд на седьмой. И причем, когда мы переходим, если у вас есть рычаг, то вы можете сделать такое погружение предварительно. И возвращаете к исходной ноте. Вот, и вот так вот с квакушкой, когда вы нажимаете на педаль экспрессии, то получается такой прикольный эффект. Вот, а далее просто слайдами с седьмого на девятый и с девятого на одиннадцатый. После одиннадцатого перескакиваете на вторую струну десятый лад. И потом на третью струну девятый лад. То есть вот таким образом. То есть можете вот так вот слайдом. Далее седьмой лад, вторая струна. Потом третья струна девятый лад. Третья струна с седьмой. И здесь вот такой вот приемчик. То есть делаем с седьмого на девятый хаммер. Потом пол-офф на седьмой. И слайд на шестой. По сути в таких медленных соло, тягучих, главное использовать побольше всяких бендов, слайдов, вибратов. Это все придает определенный эффект такой эпичности. То есть если я все это играл вот так вот на чистом звуке, да, так вот перегруженном, без всяких там дилеев, квакушек, слайдов и прочего, то это будет вот так вот его звучать. Причем когда у нас все вместе и квакушки, дилеи, плюс вот эти вот всякие фишки с бендами, там с рычагами. То есть вот, да, или как вы заметили, у нас все повторяется. Ну вот, а потом у нас следующий кусок такой. То есть мы переходим с одиннадцатого лада третьей струны на вторую струну десятый и на первую струну седьмой лад. А потом вторая струна десятый лад, первая струна девятый и первая струна седьмой. То есть вот, целиком. Далее. То есть вот, получается у нас первая струна седьмой, девятый, десятый. Потом девятый опять лад и делаем такую вот тему с безымянным на мизинец хаммер. Потом pull-off на безымянный и на указательный pull-off. И добавляем еще в конце к извлечению медиатором. На второй струне. То есть то же самое, что было на первой, только у нас уже десятый лад, восьмой и седьмой. И, соответственно, мы играем сначала десятый, потом восьмой. И с восьмого делаем хаммер pull-off, pull-off. И медиатором в конце добавляем. Потом третья струна, девятый лад. Третья струна, седьмой лад. Вторая струна, седьмой лад. И третья струна, девятый лад. Потом третья струна, седьмой, третья струна, шестой. Третья струна, четвертой. То есть вот таким вот образом мы завершаем. То есть здесь вот можно сделать такое медленное возвращение рычагом. Причем я не помню, как я там конкретно в оригинале, там, что я рычагом тягал. То есть это у меня все время, грубо говоря, импровизация. То есть я там не запоминаю, как я, когда сыграл рычагом, где я там какую-то вибрацию сделал. То есть как у меня в данный момент от души, от сердца идет мелодия, так я ее извлекаю. То есть, грубо говоря, сегодня я в таком эмоциональном подъеме, и я сыграю прям... Прямо вот так. А, допустим, завтра я только буду весь уныл, я сыграю прям... Типа то вот. И после этого у нас... Таким вот образом мы играем, то есть как аккорд. Аккорд такой выстраиваем. Третья струна, четвертый. Вторая струна, пятый лад. И первая струна, седьмой. И слайд на двенадцатый лад первой струны. То есть вот. Вот таким образом. И дальше у нас продолжение, да, уже как на октаву выше. То есть вот таким образом. На первой струне седьмой лад. Девятый лад. Десятый лад. Потом десятый лад, двенадцатый, четырнадцатый. Потом четырнадцатый, семнадцатый, двенадцатый. Потом четырнадцатый, двенадцатый. На второй струне пятнадцатый. Четырнадцатый, двенадцатый. И потом так вот с тем, как камерами и пол-оффами. А далее у нас на второй струне все играется. Двенадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. Потом пятнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый. То есть вот, может, все просто безымянным пальцем. То есть самое главное здесь, вот как со слайдами такими. То есть не просто переставляем. А вот так. Ну и тут добавляйте вибратор либо рычагом, либо если рычага нет, то... Просто стандартным, дедовским способом. Потом у нас вторая струна, девятнадцатый лад. Первая струна, семнадцатый. Указательным переводим на девятнадцатый. Потом мизинцем на второй струне, двадцать второй лад. И на первой, двадцать первый и девятнадцатый. Далее идет кусок, который схожий с этим, который у нас был здесь. Только на октаву выше. То есть все то же самое, что и здесь. Только здесь у нас сказательный был на седьмом ладу, да. А здесь у нас на девятнадцатом ладу. Ну и далее просто вот транспонируйте все сюда. Все то же самое, да. Гитара у нас инструмент позиционный, поэтому, думаю, разберетесь. И в конце видео я просто импровизирую на пентатонике, да, семенной. То есть вот таким образом, примерно, да. Ну, что-то типа того, да. Вот, в принципе, такое вот муру виндовское соло. Ну что ж, на этом все. С вами был Солин Михаил. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И покупайте футболки и турселя по этому адресу. Все, всем пока.